всем привет давайте сегодня приготовим ребрышки барбекю значит берем ребрышки я сразу длинные полосы разделил на куски мне так их легче будет укладывать на решетку вот если хотите можно снять пленку можно не снимать я в принципе снимаю всегда тогда получается они более мягкие более нежные и лучше пропитываются специями значит для начала давайте приготовим сухую смесь для того чтобы мы смазали наши ребрышки и поставили в контейнер какое-то время их настояться пропитаться ребрышки пока что подвигаем в сторону и приступаем приготовлению смеси значит для смеси нам понадобится значит одна чайная ложка гранулированного чеснока пол чайной ложки кориандр пол чайной ложки зиры кстати ребрышек у меня полтора килограмма вот соли ну примерно чайную ложку и черный перчик по вкусу все это перемешиваем и сейчас ребрышки смазываем оливковым маслом только для того чтобы только для того чтобы ос отгоняем только для того чтобы травы лучше раскрылись можно рукой можно кисточкой но так как я снимаю видосы вот кстати посмотрите у меня ребрышки такие знатные хорошие толстенькие мясистые так как я снимаю видео и надо еще работать с камерами поэтому смазываю кисточкой принципе можно рукой можно салфеткой смазываем с двух сторон как я сказал я снял я снял пленку со стороны кости со стороны ребер вот снимается она только для того что во первых ребрышки станут немножко мягче хотя с другой стороны бывало когда покупаешь магазинные ребрышки они с пленкой очень даже все равно неплохо получается если не обращать на это внимание и заморачивать хотя я вам скажу что раза два три в жизни не снял и она очень просто снимается подцепили салфеточкой взяли потянули все все смелось мажем стартов смажем со всех сторон маслицем ну что значит сейчас посыпаю нашей смесью посыпаем и все равно придется мне испачкать руки потому что я еще и буду натирать ведь так просто не посыпешь старайтесь об она как можно больше везде попала давайте все таки я сделаю это руками как это привычно мне так удобно вот кто-то предпочитает это делать в перчатках я же могу всегда просто помыть руки начал травки конечно пахнут просто шикарно но ведь ведь у меня мясистые хорошие ребрышки все хорошенько промазываем благодаря маслу травы уже вот буквально да вот эта секунда они уже начали раскрываться я уже чувствую запах пошел вот кстати есть как идея вот я все обещал снять засол кусала но так все еще никак нет снял вот прямо чувствуется что хочется сало засолить вот в этом вот вот с этими травами ну что помещаем нашу рёбку не в контейнер в контейнер чисто чтобы не мухи не осы не садились его прямо здесь на столе на улице при комнатной температуре так при уличной температуре оставляем ну что ребят давайте займемся приготовлением гриля значит готовить мы сегодня ребрышки будем на медленном на низком жаре на долгом и низком жаре то есть так называемый лаун слоу вот в моем случае я использую где-то треть стартера вот так вот у меня где-то брикета а вот и если будет не хватает так как готовить готовится будет долго где-то в районе наверное часов двух а то и дольше вот то брикета придется подсыпать вот кстати вот именно сейчас можно использовать вот этот вот бы ушный брикет то есть который от прошлых разов остался его можно использовать и когда он будет не хватать брикета подсыпать уголь подошел уголь нагрелся высыпаем его по лоткам неравномерно раскладываем раскладываем его значит таким вот образом то есть в дальние стороны вот и так и готовится в принципе будет долго так скажем вот то впоследствии по надобности будем подсыпать температура приготовления с которой мы будем готовить где-то до 120 градусов ну понятно что сам гранита будет побольше показывать но температура именно приготовления где-то в районе в районе надо удерживать в районе 120 градусов а на самом гриле ну естественно температура где-то будет побольше может быть градусов 130 140 150 показываться на термометра гриле я имею в моем случае вот равномерно раскладываем и сегодня значит нам еще здесь понадобится вот у меня вот такой вот лоток есть какой-то медицинский советской столовки я даже не знаю вот во первых сюда у нас будет копать жир это раз и второе мы сюда добавим где-то литр воды нужно это для того чтобы кроме того что у нас будет готовиться на гриле то есть вот жара у нас еще будет немножко парить вода делать мясо более мягкое значит ставим решетку вот ребрышки нас будет лежать прямо над контейнером открываем все вытяжки и ставим гриль на прогрев значит гриль у нас прогрелся прогрелся где-то до градусов 150 или жарим в течение где-то часов 2 в общем я имею до часов 2 при температуре ну в районе 140 150 градусов и выкладываем костями вниз чтобы она лучше готовилась но мы знаем что кости готовится дольше чем мясо вот ну что в принципе сейчас в принципе сейчас мы что делаем мы сейчас закрываем гриль минут на 40 и начинаем сейчас манипуляцию с вытяжками так как у меня их три давайте сначала одну поставим вот эту на максималочку вот к тому же пока мы укладывали ребрышки температура упала где-то до 75 вы в принципе я вот буду стараться держать температуру в районе где-то 100 110 градусов но вы понимаете что такое приготовление будет довольно таки долго то есть сейчас придется играться и с верхними вытяжками и с нижними чтобы температуру не превысить но если вдруг она превысилась открываем крышку резко уходит жар и начинаем дальше работать с вытяжками пока ребрышки у нас готовится на гриле давайте сделаем глазурь для дальнейшего смазывания наших ребрышек значит берем полстакана вот здесь вот у меня смородинового варенья в принципе можно любое взять варенье с такой кислинкой я думаю сливовая или сливовая пойдет вишневая пойдет еще варенье ну короче у нас смородина черная смородина значит немножко его подогреваем чтобы она была ну видите такой вот как сироп добавляем полстакана воды и немножко сразу размешиваем добавляем где-то полстакана соевого соуса вы тоже сразу перемешиваем две столовых ложки соусов барбекю ну вот у меня санта-мария вот кстати нужно тоже докупить соус отличный соус и этот соус очень хорошо себя ведет на гриле при нагревании перемешиваем и 3 чайные ложки для остринки шерерачи ну или можно любой острый соус на ваш вкус вот если бы не будет остроты хватать то добавляем я боюсь что мне не будет хватать я даже четыре ложечки добавлю вот три с половиной это вышло значит сейчас ставим на огонь на медленный огонь и потихоньку варим пока наша глазурь не станет загустевать вот такой густоватый но пока она не превратится в что-то похожее на сироп вот конечно этот процесс я поручил супруги ну что значит ребят все у нас уже готово вот то есть у нас сиропчик по консистенции значит что нам сейчас нужно а кто вы кстати забыл совершенно сказать в процессе варки мы добавили табаско бренд буквально там по капле 3 4 ну сколько капает из этого тюбика и табаско щепотли тоже по капле 3 и где-то полторы ложки коричневого сахара но это чисто по вкусу то не то что то вы должны взять и сделать это чисто по вкусу и вот буквально сейчас осталось варить где-то минуту да значит кидаем туда чайную ложку кинзы все это естественно перемешиваем ну и собственно говоря на этом все на этом наш глазурь готова значит вот прошло у нас где-то 50 минут температура стала понемножку опускаться поэтому я добавил как вы видите маленько брикета ну просто положил не разогревал мы они сами возьмем брикет возьмется жара и сам нагреется закрываем крышку что ребят уже стоит час сорок одну минуту вот конечно я уже проверял я уже подкидывал брикета немножко угля вот то есть вот так вот все это выглядит да вот ну и я думаю что еще минут 20 ну как она уже готовить его тоже косточки начали вы вылазить спусти видите уже все готово но пришла пора сейчас смазать значит сначала нужно все эти кусочки наши перевернуть ну что значит давайте сейчас помажем глазурью с одной стороны а потом перевернем и помажем еще раз в принципе вот это вот глазурь то что ее станет то что она останется можно было сразу ее разделить и часть какую-то оставить как соус часть какую-то намазать на а я вам скажу какой аромат пошел на глазурь конечно пахнет шикарно очень шикарно пахнет глазурь я переворачиваем и смазываем другой стороны смазываем глазурью с двух сторон глазурью карамелизуется через минут 10 опять откроем смажем еще раз глазурью вот видите косточки уже папа вылазили это говорит нам о том что она уже все готовых еще давайте закрываем еще минут на десяток прошло еще 10 минут вот значит собственно говоря вот вот так вот выглядят наши ребрышки по большому счету как я уже говорил они готовы да давайте еще на всякий случай с этой стороны пройдемся немножко немножко нашей глазурью пройдемся вот так скажем обновим переворачиваем смазываем с этой стороны глазурь конечно пахнет шикарно и я думаю что вот еще на минут 15 10-15 минут оставляем и будем уже снимать прошло еще 15 минут и пора снимать наши ребрышки значит вот так вот они у нас выглядят посмотрите какая красотища супер да давайте снимаем ну что ребят вот такие вот вот такие вот получились ребрышки вот ничего конечно горяченькие давайте-ка отрежем и попробуем ну видите все отлично прожарилась я прямо руками пробуем соусом прямо туда макнул кисло-сладкий такой привкус ребята это шикарно это просто шикарно но честно когда сразу примут рюмочку хочется конечку какого-нибудь это потрясающая вещь очень рекомендую попробовать на этом все всем спасибо за внимание подписываемся на канал ставим лайки делимся этим видео всем пока и до встречи на канале